Самарские новости спорта Самарской области по тэквондо WTF Одним из самых увлекательных стал бой победителя недавно прошедшей 29-й Всемирной летней универсиады Бориса Краснова против своего одноклубника из Тольятти Ибрагима Довранова Обладатель золотой награды международных студенческих спортивных соревнований в Тайбэе добавил в свою копилку очередную высшую награду чемпионата области в категории до 68 кг В других весовых категориях победителями стали 5 самарских спортсменов и еще 3 представителя Тольятти Все они будут включены в состав сборной Самарской области, а также получат право выступить на чемпионате России, который состоится в ноябре этого года в Ростове Назначены арбитры на матче 19-го тура футбольного первенства России Игру Кубань-Крыльсоэтов, которая состоится в Краснодаре 21 октября в 18 часов, будет обслуживать следующая бригада арбитров Алексей Сухой, Люберцы, Сергей Коруненко, Воронеж, Александр Чекалин, Воронеж, инспектор Сергей Фурса, Санкт-Петербург, делегат Яков Берегман, Москва У волжан при судействе Сухого не самая лучшая статистика Команда провела две игры, одну из которых проиграла и один раз сыграла в ничью В очередном матче КХЛ Тольяттинская Лада принимала на своем льду Витязь из Подольска Обе команды неудачно выступают в последнее время Витязь проиграл четыре предыдущих матча, Лада из семи последних встреч выиграла лишь две Поэтому вопрос мотивации перед соперниками не стоял Волжане начали матч активнее, хозяева повели в счете после броска в дальнюю девятку в исполнении Дениса Зернова Во втором периоде тольяттинцы продолжили нагнетать обстановку у ворот Бирюкова У гостей тоже были моменты, особенно нелегко автозаводчанам пришлось в меньшинстве Но обороны и Александр Лазушин играли надежно Затем клубы обменялись голами 2-1 В третьем периоде на льду пошла обоюдо острая борьба Волжане воспользовались ошибкой Витязя, в чужой зоне организовали быструю контратаку 3-1 За две с половиной минуты до окончания матча гости заменили воротаря шестым полевым игроком Но изменить что-либо не смогли Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в двух партиях обыграла уроженку Самары Анастасию Павлюченкову на старте турнира Куба Кремля 7-6, 6-1 Поединок продолжался 1 час 33 минуты Касаткина выполнила 4 эйса, сделала 4 двойные ошибки и использовала 5 брейкпоинтов из семи На счету Павлюченковой две подачи на вылет, две двойные и два реализованных брейкпоинта из шести Следующей соперницей Касаткиной станет чешка Катаржина Синякова, которая накануне разгромила хорватку Дону Викич 6-2-6-0 Это все новости к этому часу, больших побед вам, удачи!